Здравствуйте, меня зовут Дубровина Александра. Я координатор проекта «Занятый за благотворительной организацией Оно. Новые перспективы». И сегодня со мной мой коллега, мастер-педагог компьютерного класса Роман Мажаров. Данный вебинар проходит в рамках проекта «Интернатозамещающие технологии в действии. Организация сопровождаемого проживания взрослых людей с тяжелой инвалидностью». Это проект автономной некоммерческой организации дополнительного обучения и социального обслуживания «Новые перспективы». Эта организация входит в Содружество некоммерческих организаций «Перспективы» и занимается помощью взрослым людям с инвалидностью, не проживающим в семьях. В первую очередь это проживающие на двух отделениях психоневрологического интерната номер 3 в Петергофе, а также участники проектов подготовки к сопровождаемому проживанию в тренировочной квартире и в деревне Раздолье. Следующие пять семинаров будут посвящены организации и работе этих проектов. Вебинары проводятся с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного фондом президентских грантов. Сегодня мы поговорим об организации мастерских для людей с тяжелой и множественной инвалидностью и подробно остановимся на работе компьютерного класса. Немного истории. С 2000 года в психоневрологическом интернате силами сотрудников благотворительной организации была начата реализация проекта под названием «Занятость», в рамках которого были организованы несколько мастерских. Сейчас вы увидите структуру этого проекта. Проект «Занятость» направлен прежде всего на социализацию и приобщение к труду людей с множественной инвалидностью. А также на развитие творческих способностей. Самая первая мастерская, которая у нас появилась, это было очень давно, в 2000 году, это была мастерская рукоделия. Следующий слайд, пожалуйста. Каждый клиент, который приходил в мастерскую рукоделия, получал возможность, и сейчас получает такую возможность, пробовать разные виды творчества. Это шитье, вышивка, ткачество, работа с различными материалами, изготовление из них декоративных изделий. Многообразие видов деятельности с самого начала было очень велико, поэтому каждый мог попробовать все и выбрать то, что ему ближе всего. С годами это многообразие становилось все больше и больше. Мы начали работать и в технике декупаж, и начали такое направление, как работу со стеклом. Поэтому, сейчас вы видите, часть работ, представленные как раз в презентации, достаточно разнообразные. В общем, часть учеников в силу своих особенностей, а также отсутствия подготовки, не имели возможности сразу приступить к каким-то видам творчества, и для них была разработана отдельная программа подготовительного этапа, включающая в себя многие аспекты, начиная от развития мелкой моторики, заканчивая умением работать в группе. В данной мастерской, вот вы видите, имеется разнообразное оборудование. Понятно, что это и станки для ткачества, приспособления для вышивки, а здесь, вот вы видите, это специальное оборудование для плавления стекла. Занятие в мастерской проходит по расписанию и в больших группах, разных совершенно по своему составу. Одновременно несколько человек занимаются в разных техниках. Кто-то шьет, кто-то вышивает, а третий работает на создании изделий из стекла. Группы формировались поэтапно. Первый этап включал в себя знакомство с каждым из учеников, в ходе которого педагог выяснял, какие у человека есть умения, уже навыки, особенности поведения, интересы и предпочтения. Второй этап выглядел так. Педагог распределял групп, ребят по группам разного состава. Учитывая возможность предоставить удобное рабочее место, необходимое оборудование и, соответственно, учитывая свои собственные ресурсы, то есть очень важно было понять, сможет ли в процессе занятия педагог оказать должную помощь и внимание каждому из своих учеников. Ну а последний этап формирования групп уже, последним этапом было создание особой творческой атмосферы. Здесь, конечно, многое зависело от того, насколько комфортно людям находиться в обществе друг друга. И вот на этом этапе тоже часть ребят перешли из одной группы в другую. В итоге мы сформировали расписание, которого все придерживаются, наши клиенты, и мы пересматриваем его раз в шесть месяцев. Два года назад у нас открылась еще одна мастерская рукоделия, занятие в которой проходит, в отличие от первой мастерской, в малых группах или индивидуально. В основном эту мастерскую посещают ребята, которые не имеют возможности работать в большой группе и требуют большего внимания педагогам. Эта мастерская, она сравнительно молодая, но у нас уже есть определенный фонд работ, который включал в себя и игрушки, вот вы сейчас их видите, которые совместно с педагогом ребята сшили по собственным эскизам. И много работ, выполненных в технике печать по ткани. Еще одна мастерская, которая у нас есть. Сначала все рукоделия у нас. Да, здесь вы видите тоже, как проходит занятие в мастерской рукоделия. Даже уже и более такое индивидуальное новое направление, не групповые занятия. Это как раз создание работ с помощью печати по ткани. Часть ребят у нас рисует на текстильных изделиях. Да, собственно, рисует, да. Так, дальше едем, да? Следующая мастерская, которая у нас появилась, это была мастерская керамики. Все начиналось с того, что группа энтузиастов с помощью лопаты добывала глину. И мы начинали работать достаточно в скованных таких условиях. У нас не было большой мастерской, не было печи для обжига. С годами все поменялось. Ребята стали уже профессионалами, многие из которых сейчас демонстрируют свои успехи на персональных выставках. Вот, как вы видите, здесь у нас появилось достаточно хорошее профессиональное оборудование. Это печь для обжига изделий. Мы, ну, более подробно о работе данной мастерской вы сможете узнать в одном из следующих вебинаров вот этого цикла, о котором я говорила. Вот, также в рамках проекта «Занятость» были организованы и занятия по кулинарии. Сейчас отойдем до них, секунду. Да. Это все керамика у нас. Да, это все еще несколько изображений с керамикой. Поехали. Так. Одним из важных направлений работы нашего проекта, как я сказала, являются кулинарные занятия, в рамках которых ребята изучают основные санитарные правила при приготовлении пищи и учатся готовить основные блюда, идя постепенно от простого к сложному. Ребята также совместно с педагогом учатся закупать продукты в продуктовых магазинах, вот вы сейчас видите. А также мы знакомим ребят с основами выращивания овощей и фруктов. У нас есть специально оборудованная теплица. Также в рамках занятия мы много ездим по музеям соответствующим, по пищевым производствам и проводим занятия на открытом воздухе. Группа учеников различные по своему составу, и часть занятий проводится в малых группах, и есть даже и индивидуальные. Ну, также хочется сказать, что в рамках проекта занятости уже более 10 лет существует храм, в котором проводятся занятия, направленные на изучение основ христианства, а также все основные таинства и празднования основных православных праздников. С 2007 года мы также организовали еще одну мастерскую, назвали ее компьютерный класс. И с этого началось развитие большого интересного направления, о котором вам сегодня расскажет мой коллега Роман Мажаров. Если вы хотите познакомиться с работой мастерских поближе, примите участие в стажировке в нашем проекте. Для этого, вот вы видите на экране, можно позвонить по телефону, записаться, можно написать на электронный адрес, или всю информацию по поводу стажировки найти самостоятельно на сайте, на сайте адрес, которого вы видите. А сейчас передаю слово своему коллеге. Значит так, переходим к компьютерному классу. Это проект, который был создан в 2007 году. Я вообще, на самом деле, надеюсь, что вам будет полезна эта информация, потому что не очень часто, на самом деле, я за свою практику сталкивался с тем, что существуют другие такие вот какие-то оборудованные специальные комнаты для работы с техниками, или, например, какие-то специалисты, которые не акцентируются на работе со средствами альтернативной коммуникации, а те, которые именно как бы позволяют ребятам общаться вот с такой вот вполне обыденной техникой, как компьютеры, может быть, собственные планшеты, собственные телефоны и так далее. Прежде чем я более подробно начну рассказывать, я упомяну два момента. Первый, что ввиду того, что времени на самом деле не очень много, потому что я на подобных семинарах бывал, они шли где-то около двух дней, поэтому здесь мне удастся за оставшийся час с чем-то дать такую очень широкую картину того, что происходит без сильного углубления, но все-таки акцент на музыкальных занятиях, как это было сказано в анонсе, я сделал более подробно, и даже мне удастся показать вам, как проводить собственные занятия, потому что мне бы хотелось все-таки как-то, чтобы подобная деятельность не только оставалась в стенах, допустим, того места, где я работаю, но и остальные социальные работники могли бы применить это на своих каких-то площадках, то есть если у вас есть свой уже какой-то начинающий компьютерный класс, либо вы, допустим, планируете создать подобные занятия, либо, например, даже, допустим, если вы не работаете в каких-то специальных учреждениях, или, например, у вас, не знаю, просто вот вы работаете с семьей, да, и там есть человек, у которого, да, есть вот технические какие-то средства, на которых он ищет возможность себя как-то выражать, или, например, он, ну, неважно даже, будет ли это форма досуга, искусство и так далее, или просто обучение, в общем, я об этом расскажу вам сейчас просто все более подробно. Так, начну, наверное, с идеи, а, еще один момент, забыл сказать, еще один момент, я буду упоминать различные названия каких-то, может быть, программ, устройств и так далее, мне все не удастся показать, ввиду того, что времени действительно просто не хватит на это, на это нужно гораздо больше, но в конце у вас будет слайд с нашими контактами, и вы сможете, допустим, если вас что-то заинтересовало, просто связаться с нами, и я всю информацию исчерпывающим образом вам дам, и вы сможете применять это где-то вот у себя в своей рабочей ситуации с вашим клиентом. Так, поехали. Вообще, основная идея вот этого компьютерного класса, поскольку, да, задача всей вот организации перспективы, это социализация вот ребят, имеющих особенности в развитии, заключается именно просто в общении с техникой. То есть мы все являемся пользователями собственных компьютеров, мы все являемся пользователями планшетов, телефонов, имеем доступ в интернет и так далее. Ребята, естественно, как бы они все это прекрасно понимают, хотя, может быть, не в полной степени, ввиду, собственно, допустим, ментальных каких-то особенностей развития, но на самом деле все равно им бы хотелось участвовать в этой деятельности, скажем так, мира тоже, потому что, да, мы это делаем, они видят нас, и это часть интеграции, которая, да, обязательно тоже должна происходить именно общение с новыми технологиями. Но, например, в своей практике, ввиду того, что, да, вот мы, наши мастерские, они базируются внутри психоневрологического интерната, я очень часто сталкиваюсь с тем, что здоровые взаимоотношения с техникой, ну, здоровые, наверное, неправильно бы сказать, ну, скажем так, ребята очень часто допускают ошибки ввиду какого-то, даже не то, что собственного незнания, а ввиду того, что по каким-то причинам они не могут делать какие-то операции, они либо связаны с физическим здоровьем, либо с ментальным и так далее. Так, мне пришлите информацию, пожалуйста, о своеме по приспособлениям. Да, хорошо, мы с вами свяжемся, в конце я дам контакт, и вы сможете со мной пообщаться на эту тему. Вот, что еще, что еще? Так, ну, во-первых, группа занимающихся, это, конечно, как бы группа поддержки, она новые перспективы, но, как бы, вообще я стараюсь по возможности поддерживать и других ребят из интерната, кто обращается ко мне с собственными какими-то вот запросами на технику, потому что, на самом деле, очень огромное количество ребят, кто имеет какие-то на руках устройства, либо я, допустим, помогаю им их достать, как-то консультирую их и так далее, и они, например, не всегда могут иметь представление даже о том, как пользоваться этим. Я приведу простой пример, у меня есть молодой человек, который хочет получить собственный, ну, это либо планшет, либо сотовый телефон, и он очень плохо различает текст и символы, поэтому, как бы это объяснить-то так, у него развито абстрактное и сверхабстрактное мышление, но он просто не имеет опыта общения вот с этими вещами, и ему очень тяжело, например, общаться, допустим, с клавиатурой компьютера, либо это, допустим, какие-то приложения внутри планшета, либо даже просто банальное пользование сотовым телефоном. И я не буду акцентироваться на том, как бы, да, что нужно проводить занятия на тему того, чтобы как там включить компьютер, ставить розетку, нажать на кнопки и так далее. То есть вот это вот базовые последовательности каких-то таких операций, вот, которые мы с вами регулярно выполняем, общаясь с техникой, да, это, ну, как бы это и так всем понятно, но здесь просто, если вы видите, что ваш клиент этого не видит, вы просто делаете акцент на этом в своей работе, и, собственно, ну, как бы смотрите за тем, как происходят результаты, и, может быть, делаете какие-то более удобные вещи для него и так далее. Ну, это уже нужно смотреть исходя из вашего клиента. Так, едем дальше, едем дальше. Какие типы занятий у меня бывают в классе? Я позволяю, скажем так, себе немножечко сделать такую педагогику более акцентированную на клиента, то есть смотрю на них, какие у них запросы есть, но я уверен, что вы все тоже это делаете. Вот, и, например, у ребят достаточно многих есть запрос по работе с графикой, да, это предусматривает работу в определенных каких-то графических приложениях. То есть по созданию, ну, вот есть растровая графика, допустим, фотография и так далее, есть векторная, компьютерная, да, это вот, например, в наше время достаточно распространенная в искусстве какая-то сфера. Вот, и, допустим, возможности компьютера тоже позволяют во многом модернизировать это направление. Вот, затем есть занятия по работе с текстом, которые я вот уже упоминал. Дальше занятия по работе с музыкой, вы сейчас видите на экране, даже есть занятия по работе с текстом тоже. Вот, на занятиях по музыке мы оставим с вами более подробно, чтобы вы могли, ну, иметь более четкое представление, потому что это очень захватывающее направление, как бы для него стоило действительно выделить бы какой-то более полный кластер времени. Вот, и что еще? Что еще? Это также пользование интернет-ресурсами, потому что у ребят не всегда имеются свои собственные, ну, скажем так, свой собственный доступ, и у меня, как бы, они имеют возможность пользоваться сетью, имеют возможность узнавать что-то, что им необходимо. Это, ну, как бы, обычные самые банальные вещи, которые мы тоже с вами все делаем, пользование интернет-магазинами. Это может быть, не знаю, какая-то информация о любимых музыкальных исполнителях, которые им интересны. Или, допустим, у меня есть молодой человек, у которого родственника находится достаточно далеко от места, где находится сам интернет, и ввиду этого мы используем Facebook для общения с ними. Вот. Так, сейчас на экране у меня тут музыкальные занятия, мы к ним тоже потом вернемся. Также, да, вот важный момент, что все-таки я стараюсь при работе в компьютерном классе использовать максимально обычное оборудование. То есть у меня, например, всего одна специальная клавиотвора, специальная мышка и так далее, но все равно иногда бывает без специальных устройств не обойтись. Потому что, ну, мы не можем, да, игнорировать очевидные какие-то особенности в развитии у ребят, которые занимаются. И поэтому мы, если испытываем необходимость, мы модернизируем пространство под человека. Но, тем не менее, тем не менее, все-таки я стараюсь делать акцент на обычных каких-то приспособлениях. Так, первое, на чем я остановюсь, это работа с графикой. Работа с графикой подразумевает использование, вот вы можете видеть на экране, это графический планшет, либо обычная мышь, либо вот там далее серая с красным шариком. Это вот специализированные мышь для ребят, у которых проблемы с координацией могут быть. Они позволяют фиксировать движение курсора и достаточно такие большие кнопки там, чтобы по ним попасть и сделать какое-то действие. Хотя вообще мышь сама тоже увесистая. Приложения по работе с графикой можно использовать стандартные, которые у вас есть на всех компьютерах. Они встроены в Windows, они называются Paint, либо это если у вас новая версия Windows, Paint 3. Тем не менее, как бы на самом деле интерфейс, то есть, скажем так, внешний вид программы, который вы видите, когда вы только открыли приложение, он на самом деле не очень-то удобен людям, которые имеют особенности в развитии. Ну, то есть, далеко не всем, но есть определенные люди, которые, допустим, в моей практике, они просто теряются среди него. Я очень хотел вам, скажем так, показать на экране рабочего стола, но мы, к сожалению, не имеем это возможность, поэтому я буду демонстрировать просто слайды. Хотел показать вам, как выглядит сама программа, но я вставлю просто слайд, который будет просто наглядно демонстрировать, что я имею в виду. Я использую простую программу, допустим, для работы с графикой TaxPaint. Она имеет очень большой интерфейс, можно даже сказать, что он отчасти детский, но я просто не смотрю на это. Меня, вот, откровенно говоря, подкупают вот эти вот огромные жирные кнопки, на которые человеку было бы удобно нажимать. Здесь нету никаких лишних функций, никаких умных слов и так далее. То есть, мы можем просто человека, ну, при достаточно длительных, естественно, занятиях, научить самостоятельно пользоваться, объяснить, какие, вот, допустим, инструменты, какие включают виды кисти, что там есть, допустим, возможность рисовать какими-то определенными функциями, либо стали графические штампы и так далее. Вот, вообще вопрос, как бы, для чего это делается, то есть, работа с графикой. В принципе, как таковой, она может носить какой-то педагогический характер, например, даже по развитию просто абстрактного, сверхабстрактного мышления у человека. Например, у меня есть молодой человек, который, допустим, рисуя на графическом планшете, у него возникает трудность с восприятием того, что он видит на экране, потому что след от карандаша просто на бумаге, да, ну, как бы, вы ведете карандаш, и появляется след. Да, здесь этого не происходит. Я, например, использую графические планшеты с ручкой специальной, и, как бы, после вашего действия только все вот появляется на поле рабочего, ну, самого листа, в котором вы работаете. И это достаточно сложный момент для некоторых ребят, и, ну, как бы, он преодолевается, грубо говоря, только работой и временем, чтобы, да, какие-то, вот, скажем так, синапсы возникли вот у этих людей, и что, да, вот определенная последовательность действий, она вызывает на поле программы вот такие-то какие-то действия. Вот. Я использую вот этот формат работы с рисунками, допустим, в проекте, который был основан уже достаточно давно в компьютерном классе, даже еще до моей работы. Он называется «Понятаймс», то есть это электронное интернет-издание, которое делают ребята. Я им помогаю просто компоновать и составлять. Туда входят тексты и рисунки ребят. Я его покажу вам. Так, переходим дальше. Тогда вот части рисунков я вам очень хотел показать, которые меня, скажем так, особенно впечатлили, при том, что, на самом деле, как бы, вот такое вот достаточно сырое компьютерное искусство, ну, может быть, оно и не сырое, конечно, но оно, в принципе, набирает популярность ввиду того времени, в котором мы живем. Например, нынешнее вот сейчас изображение, которое у Юйти его сочинил, создал один молодой человек. Говорю, сочинил, потому что он еще музыкой у меня занимается, я тоже на нем подробно остановлюсь. Оно, например, было выставлено на таком мероприятии в Санкт-Петербурге, проходит, называется Киберфест. Это мероприятие, где различные деятели, скажем так, медиа искусства, кто работает вот с графикой, с музыкой, какими-то видеоинсталляциями и так далее, они презентуют там свои работы. И вот, например, Константин Саламатин, автор данного рисунка, он эти работы презентовал, вот эта вот одна из них, он презентовал их на этом Киберфесте, отчего получил, собственно, очень поворотный отзыв. Так, вот первый кусочек вот этого интернет-издания, Депни Таймс. Это вот, да, выпуск, последний в 2017 году выпуск был. Вот здесь картина, которая была нарисована просто каким-то невероятным количеством кошек. Одной из вот проживающих, Ольга Сербина, собственно, так она называется, толпа кошек. То есть, как бы там предусматривается, скажем так, 3D-штампирование, то есть берется, грубо говоря, одна кошка, и она вот как-то так в пространстве гуляет, в зависимости от движения вашего стилуса по планшету или мышке. Ну, на самом деле, это даже просто ребятам интересно, как расширение кругозура. Не обязательно, как бы, делать на этом какой-то серьезный акцент в искусстве и так далее. Просто, как бы, да, у меня есть люди, которые, вот, они у меня только рисуют, например, и они бы хотели этим поделиться. Почему нет? Мы даем возможность сделать это через вот это вот, вот это вот издание, Депни Таймс. Дальше, работа с текстом. Очень обширное мероприятие, оно, как бы, носит и обучающий характер, оно может носить и даже такой, скажем так, характер того, чтобы поделиться своими какими-то вот мыслями, или вот, например, сейчас на экране у нас Виталий, он автор собственной книги, собственной книги, в которой он записывает собственные стихотворения. Они были набраны с помощью клавиатуры с большими кнопками, которые вы видите на экране. Сейчас он работает уже над вторым изданием, но это очень огромный такой кропотливый труд, потому что помимо сочинительной части, да, здесь надо еще как бы и самостоятельно набрать текст, ввиду того, что, например, ввиду состояния здоровья Виталию это не всегда просто сделать, и поэтому, например, на клавиатуре есть специальная вот эта вот пластиковая панель, на которую можно обокатиться просто и зафиксировать руку над определенным символом, и только затем уже нажимать его, да, с обычной клавиатурой он бы не справился. Я уже упоминал ранее, да, что работа с текстом как бы носит обучающее направление в плане того, что, допустим, если человек просто у вас, да, работает с… учится работать силами, учится работать со словом, то здесь как бы это направление очень может пригодиться. ввиду того, что, да, например, работа с текстом – это не просто вы, да, записали какой-то вместе с человеком текст и так далее, а вы понимаете, что это обучение каким-то построением предложения, использованием слов и так далее, вплоть даже, ну, можно до каких-то малых вещей, скажем так, упоминать какие-то малые вещи, да, например, это работа с вниманием и так далее, потому что, например, одно из базовых упражнений, которые я использую, это, например, написание своего имени, начиная с одной буквы, затем двух букв, три буквы и четыре буквы. Вот, например, допустим, возьмем имя Роман, да, здесь пять букв, и мы начинаем с первой, затем берем две РО и так далее, доходим до полной версии слова, но человек, как бы, учится тренировке собственного внимания, да, обучаясь, вот, именно работе с символом поочередно заново, снова и снова, каждый раз со старого знакомого символа, но в конце, как бы, добавляя по букве. Так, дальше идем. Вот, собственно, да, одна из статей вот этого «Опни Таймс» написал один наш проживающий Кирилл. Вот, он просто поделился своими мыслями, здесь какая-то совершенно невероятная фантастическая статья про Луган и про Майкла Джексона, вот, очень интересная, вот, и, как бы, вот это вот направление, я тоже стараюсь его поддерживать, именно, как бы, умение, вот, скажем так, излагать вот свой текст такой вот какой-то форме, чтобы это было доступно другим людям. И здесь, опять же, может быть много подводных камней, допустим, Кирилл, который вот написал конкретно вот этот вот текст, например, да, он рассказывает про Лугана, мы с ним выяснили такую вещь, что Луган – это город Швейцарии, мы с ним выяснили, что, например, допустим, он не очень представляет, где находится Лугана, то есть вот есть интернат, в котором он живет, и есть Луган, но Луган – это в его представлении, например, тоже другой интернат. И, да, нам пришлось проделать довольно большой путь, чтобы объяснить, что, да, интернат находится, например, у нас в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург находится в России, и есть вот другая страна – это Швейцария, и в Швейцарии вот есть вот этот вот город Лугана и так далее. Но и то, как бы, да, сейчас мы периодически сталкиваемся с тем, что он возвращается к старой модели восприятия, и, как бы, Лугана снова становится интернатом вместо того, чтобы стать каким-то другим городом. Так, сейчас посмотрим вторую часть этой статьи. Вот, да, и… Сейчас, одну секунду. Да, вот про регулярность вот этих вот выходов к не-таймс, то есть у нас нету, например, такой какой-то задачи, допустим, ежемесячно и, например, там раз в три месяца. То есть я, например, ставлю перед собой задачу, чтобы это был максимально честный проект, то есть если ребята, допустим, какой-то за какой-то период времени не создают какого-то большого количества текстов, например, или, например, они не выбрали каких-то изображений из интернета, которые им захотелось бы к этому тексту, либо, допустим, они, бывает, публикуются вот свои фотографии какие-то, которые они сделали, либо, может быть, это рисунки, которыми они бы хотели поделиться. Тем не менее, как бы, да, они не являются какой-то мануфактурой по производству, да, вот этого вот издания, поэтому, как бы, мы его создаем, когда накапливается достаточно какое-то количество хорошего, интересного материала. Вот, например, я представлю следующего одного читателя, вот этого человека, вот Эльгар Наджафов, он, например, как бы вообще совершенно просто потрясающе излагает свои мысли и очень всегда интересны какие-то у него тексты, я бы даже сказал, что они затягивают такие какие-то, они поэтичные, такие меланхоличные, и они всегда о каких-то вот насущных проблемах, да, но, например, у меня, допустим, с Эльгаром проблема, что этих текстов очень много, и, например, мне приходится выбирать среди его текстов вот какие-то определенные, чтобы дать место остальным участникам вот этого проекта Депни Таймс, и как бы все имели возможность поделиться своими каким-то вот, опять же, рисунки, фотографии, тексты и так далее, какие-то интересные вещи. Так, дальше идем, дальше теперь немножечко отступление от вот этих классических форматов на экране, вот вы видите девушку из интерната, она работает с нейрогарнитурой, это нейр, правильно будет сказать, это нейроинтерфейс, я буквально вот с прошлого года ввел в пользование вот такими вот экспериментальными технологиями, потому что на самом деле как бы, да, в сфере специальной педагогики и альтернативных коммуникаций есть достаточно много интересных каких-то вот, скажем так, изобретений и новшеств, вот, но у художников и вот у людей художественных профессий вот каких-то таких экспериментаторов, которые, скажем так, не скованы только задачи, скажем так, обеспечить узкий круг людей, да, вот именно как бы имеющих особенности в развитии, они бывают, создают какие-то интересные вещи, вот в частности компания нейроинтерфейс придумала вот этот вот нейроинтерфейс, который вот на экране и он позволяет работать с приложениями, которые связаны с концентрацией либо какими-то эмоциональными паттернами. например, в данный момент вы вот видите фотографию, где Ольга работает с приложением, которое позволяет чувствам контролируемой агрессии вызвать взрыв бочки на экране. Само собой, как бы, да, я использую это приложение, да, допустим, с девушкой, ее зовут Ольга, ввиду того, что она, ну, как бы сознательный человек, у нее единственное, есть как бы только двигательные особенности в развитии. И ей, в принципе, понятна эта задача, она могла бы работать с собственным разумом и, как бы, вот показателями, снимаемые вот это вот нейроинтерфейсом, это аналог электроэнцефалограммы с точностью до 96% работает, он посылает просто вот эти коды в альфа, тета, бета, волнах и так далее на компьютер и кодирует их в программу, и это позволяет добиваться определенного результата. Например, допустим, это может быть приложение какое-то, вот одно из которых там внутри встроено, например, приложение, где вы можете силой концентрации, концентрация у человека, да, располагается в лобных долях, вы можете, допустим, скажем так, заставить шар двигаться на поверхности монитора, то есть там специально идет под этого созданный код и, как бы, грубо говоря, силой мысли вы двигаете виртуальные предметы. Ну, это, конечно, сильно сказано, но на самом деле это, ну, скажем так, довольно интересно. Есть еще ряда приложений специально, которые созданы вот именно под вот эту гарнитуру, нейроскай, но они, как бы, очень часто предусматриваются, скажем так, когда ваша психоактивность, она, скажем так, загружается в какие-то вот игры и меняет там какие-то параметры. игры. Я стараюсь вообще, как бы, не включать в работу игры, то есть я просто не делаю этого, потому что, ну, как бы, это затягивающее достаточно направление и ребятам это тоже на самом деле не всегда интересно, им бы хотелось что-то более творческое делать или что-то более такое вот прям интересное, чем просто сидеть у компьютера играть в игры. Так, едем дальше. Вот, основной блок музыкальные занятия. У этого есть краткая предыстория, потому что не с самого начала я начал вводить вот это вот направление в работе компьютерного класса. Вообще, как бы, ну, я долгое время наблюдал за ребятами и за, скажем так, за вещами, которые они делают, которыми они интересуются и, в принципе, до меня как-то, ну, так дошло, что музыка – это достаточно такой популярный продукт в стенах интерната, они вот обмениваются этими дисками, обмениваются этими флешками, они вот скачивают друг у друга вот эти бесконечные музыкальные файлы, музыкальные альбомы, они, там, не знаю, ну, очень сильно интересуются музыкой, очень просто сильно. Человек, например, не знаю, у которого есть в интернате собственный доступ к интернету и он, там, может иметь неограниченный доступ к аудиофайлам – это вообще король просто. Вот, и мне захотелось, как бы, ребятам дать более широкий кругозор этого, ну, то есть я хотел дать им возможность поработать с музыкой. Вот, и для этого мне, естественно, требовалось, скажем так, найти какие-то способы работы с этим направлением. Вот, в частности, я должен был, естественно, поскольку у меня компьютерный класс, должен был подобрать какую-то программу. Вот сейчас на экране вы видите это Nano Studio, приложение, с которым я работаю. Я сам имею опыт работы с музыкой, но, как бы, для меня довольно большое количество времени для меня занял вот этот вот поиск именно какого-то подходящего приложения для ребят, потому что сейчас подавляющее большинство каких-то вот музыкальных программ, они имеют очень сложный интерфейс, собственно, даже как и сами музыкальные устройства, и они, ну, как бы, ребята в них путаются, не говоря о том, что там, да, как бы, зачастую везде английский язык, и вообще они, как бы, не распространяются бесплатно и стоят дорого, и мне казалось необходимой задачей, да, вот найти какое-то такое приложение, которое можно было бы использовать в работе с ребятами, и, в частности, меня также волновало вопрос о его распространении, поскольку, например, я, допустим, бываю на семинарах других музыкальных специалистов, которые работают с, вот, с ребятами, имеющими особенности в развитии, я сталкивался с тем, что, как бы, они предлагают очень какие-то дорогостоящие решения, например, допустим, купить вашему клиенту iPad, да, или какой-то, вот, не знаю, планшет, и, например, установить на него какие-то дорогостоящие приложения марки Korg или любых других и так далее, это не очень-то доступно для, ну, допустим, как бы родителей, с которыми я общался, вот, именно на тему музыкального творчества, вот, и поэтому для меня важно было подобрать что-то такое, что отвечало бы, скажем так, и требованиям по доступности визуальные и требованиям по доступности, вообще, как бы, в принципе, распространения. Вот. Интерфейс программы, как видно, очень простой, то есть это вот так называемый, вот это вот поверхность PianoRow, то есть где мы видим нотную составляющую и деление на октавы. Это также настройки звука, они меняются вот двумя красными окошечками, которые вы видите с красными шариками, и также плюсами и минусами, которые споржены сверху над этими вот окошечками. Вы просто меняйте звуки. Я, на самом деле, хотел тоже вам показать это все, но я думаю, что получится у нас. Да, сейчас чуть попозже мы постараемся показать это все наглядно. Вот. И я покажу даже устройство, с которым мы работаем, вот, потому что на самом деле, как бы, все-таки, вот, допустим так, мы нашли программу с хорошим интерфейсом, она бесплатно распространяется и так далее, но, да, остается вопрос только ввода данных, то есть как играть вот в этой вот программе. Вот. Для этого используются специальные так называемые MIDI-клариатуры и MIDI-контроллеры. Все, что с приставкой MIDI, это любые вот устройства, которые сопрягаются только с виртуальными музыкальными студиями. То есть вы ее, грубо говоря, через штекер USB вставляете в компьютер, и она автоматически как бы начинает реагировать только на музыкальную программу. Да, вот, например, как бы, допустим, сейчас на экране классическая M-Audio клавиатура. Они бывают в более сложных, более простых комплектациях, например, где есть только вот так называемый вот этот клавиатурный ряд, Pianro. Вот. они, в принципе, как бы по ценовой категории, допустим, не всегда могут быть доступны. Вот. Но есть выход из этого, есть выход из этого. Так, одну секунду. Сейчас я найду соответствующий слайд. Да, выход из этого в том, что вот вы берете, например, допустим, обычную клавиатуру, и звуки музыкальных программ, они, ну, поскольку не в каждом случае нужен так называемый вот этот вот MIDI-устройство, да, вот какая-то вот специальная клавиатура с кучей крутилок и так далее, или даже просто клавиатура, вам достаточно как бы, ну, просто наличия музыкальной программы. Например, допустим, как бы, вот MIDI-клавиатура стоит в районе, вот, например, я около шести тысяч с чем-то. Да, например, допустим, опять же, если мы берем вопрос, например, о работе с семьями, да, которым не всегда доступно вот потратить вот какие-то такие деньги вот именно на вот это вот устройство, ради общения с программой, все звуки выведены на клавиатуру. То есть на клавиатуре тоже располагается пиано-ряд, там есть и обычные тона и полутона, и даже какое-то вот подразделение на октаву, вот вы можете видеть, да, есть, скажем так, октава ниже, октава выше, но здесь как бы те, у кого есть музыкальное образование, они понимают. Да, в принципе, это не очень сложно, это все я тоже постараюсь показать сейчас наглядно, чтобы продемонстрировать вам, как этим пользоваться, потому что, допустим, да, у меня есть опыт общения с этими музыкальными программами, и мне интуитивно уже понятно, как вот это делать, да, но у вас, допустим, у самих этого нет, и вам еще надо преподнести ценному клиенту, задача может быть не из легких, конечно. Вот, в частности, я использую также, вот на экране видно, небольшая по размеру белая вот такая вот штучка, это от фирмы Cork NamaPet, это самое популярное устройство, которое я использую именно в музыкальных занятиях, я его тоже покажу сегодня, и мы даже поиграем на нем, оно, скажем так, за свою цену предоставляет вам достаточно интересный вот MIDI, то есть сопрягаем не только с музыкальной программой инструмент, который имеет очень широкие возможности и имеет очень высокую прочность, что, например, в моей практике очень важно, потому что в основной массе как бы клиенты, которые приходят ко мне на занятия, проживающие, это люди, которые, ну скажем так, имеют самые тяжелые особенности развития, и, например, да, им может быть очень трудно контролировать силу нажатия, они могут, например, да, не знаю, ну просто элементарно, да, залить слюнями, например, вот кавариатуру, да, на кавариатуру я могу поменять, да, но по MIDI устройствам не доставать каждый раз по большой цене не очень удобно, но если все-таки, да, вот, например, у вас есть возможность приобрести что-то, да, я рекомендовал бы вот конкретно данный инструмент, потому что, потому что он как бы, ну скажем так, достаточно бронирован, чтобы выдержать все, что вы с ним делаете, так, наверное, 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 наверное попробуем, да, попробуем переключиться, да, сейчас одну секунду, переключаемся, так, перейдем за обычный компьютер, нам, к сожалению, да, не удалось показать на стандартном экране, который у вас видно, что я делаю, вот конкретно данное устройство, не очень большое, достаточно легкое, не увесистое, оно имеет 16 прорезиненных кнопок, очень, очень прочных, их можно бить, можно делать с ним все, что угодно, кусаться, ломать, также есть сенсорная панель для того, чтобы использовать ее с людьми, допустим, которые имеют проблемы с тем, чтобы, не знаю, допустим, контролировать силу нажатия, потому что всегда во всех медиа устройствах, как и в обычных клавиатурах, клавиши взвешенные, как и на обычном пианино, то есть сила нажатия определяет громкость звука, да, вот, и теперь попробуем это продемонстрировать с программы конкретно, вот, работу на этом устройстве, и я также покажу на работе с обычной клавиатурой, как вам управлять. Вот, само по себе, вот, еще расскажу про приложение по работе с музыкой, на самом деле оно хорошо тем, что периодически бывает такое, что я ребятам в интернете, ввиду того, что с компьютера вообще достаточно, ну, как бы это дорогой продукт, да, к нему нужен и монитор, и клавиатура и так далее, либо это может быть, если ноутбук, то вам больше повезло, вот, но я, бывает, очень часто помогаю доставать через каких-то людей, которые готовы поделиться какой-то своей старой техникой, либо это фильмы, которые списывают свое старое оборудование, помогая ребятам иметь собственные компьютеры на отделениях. И не всегда, не всегда они имеют какие-то, скажем так, очень крутые мозги, да, мощные процессоры и так далее, чтобы тянуть какие-то еще, вот, допустим, музыкальные программы, которые, в принципе, должны быть сами по себе увеситые. Конкретно вот о работе с этим приложением здесь хорошо то, что оно идет и на старой версии Windows не требует каких-то сильных энергозатрат, и вообще, как бы, работа со звуком здесь даже и интересна в плане того, что зачастую музыкальные приложения они предлагают пользователю сырой звук, из которого вы последовательностью каких-то сложных коммутаций создаете вот прям конкретно произведение какое-то, либо какой-то свой уникальный звук и так далее. Здесь есть много стандартных инструментов, они выведены сразу, то есть вам не нужно ничего особо делать, вам нужно просто сесть и начать работать. Это вот прям то, что нужно для, допустим, моей климатуры. Расскажу об интерфейсе еще раз, точнее, постараюсь его показать, да, здесь вы видите вот Piano Roll, так называемый, да, вот эту вот составляющую основной программы, то есть мы нажимаем на какую-то клавишку звук. Если есть, например, какие-то, скажем так, вы хотите редактировать звук, здесь делается это очень просто, то есть, например, берем, допустим, кавиатуру и берем какую-то звук. То есть я просто задерживаю клавишу на клавиатуре, естественно, она отвечает за какую-то конкретную ноту, в данном случае это была просто нота до. Я просто двигаю шарик и меняю какие-то типы настроек, которые заранее заданы в программе. При том, что, как бы, сам по себе звук также, помимо этого, конечно, есть переключение библиотек. В программе вот здесь вот у вас выше вот этих вот так называемых пэдов у вас здесь имеются вот библиотеки. Например, с левой стороны вы меняете библиотеки, встроенных их две, A и B, и в каждой заключено 63 звука. Конечно, как бы не все они, скажем так, подразумевают какие-то атмосферные интернаты, атмосферные какие-то инструменты, и, например, здесь могут быть какие-то гитарные процессоры, пианино и так далее, например. Могут быть, не знаю, какие-то синтезаторы архаичные достаточно, тоже очень интересные, как бы и... Может быть, как бы, да, ну, опять же, я, например, всегда открыт к использованию звуков, и я даю своим ребятам использовать, как бы, любые инструменты, какие они захотят. Например, как бы, первый инструмент, который я всегда всем предлагаю, это вот конкретно вот тот, с которым мы уже сталкивались, то есть это достаточно атмосферный для камерной музыки, но, например, да, есть люди, которые говорят мне, слушай, да, вот я, например, не очень-то хотел бы работать вот именно конкретно с таким, мне бы хотелось, допустим, там, не знаю, рок-н-ролл, либо это какая-то, может быть, электроника и так далее, поэтому здесь это все встроено, и я даю им этим пользоваться. Вот. Один момент, один момент, который мне, скажем так, тоже интересен в этом плане, он заключается в музыкальной терапии. В музыкальной терапии, да, есть, ну, все вы знаете, есть такое направление, да, вот музыкальная терапия, работать с инструментами, и, в принципе, как бы, допустим, если вы музыкальный терапевт, и у вас есть, например, компьютер и какое-то вот специализированное устройство, с которым было бы удобно работать вашему клиенту, вы, наверное, могли бы претендовать на занятия по музыкальной терапии, да, вот конкретно с ним. Но я, например, сторонник того, что, да, оригинальные инструменты, их какие-то тонкие вибрации, которые очень хорошо чувствуются с человеком, на самом деле, да, они, например, не заменяются, да, вот какой-то простой программой, но, в принципе, вы можете пробовать и смотреть на ощущения, скажем так, своего клиента, то есть, например, у меня, допустим, это не музыкальные занятия, не музыкальные терапевтические занятия, да, это просто вот занятия по звукоизлечению, то есть мы пробуем так даже с некоторыми людьми общаться, вот у кого, например, есть проблемы со зрением, либо это ребята с какой-то формой аутизма, мы просто, грубо говоря, общаемся посредством этих устройств и посредством, как бы, заданных звуков. Ладно, перейдём к самой вот этой вот коробочке, да, она имеет бронюрованную наступкуру на саду, то есть её можно и петь, и устать, из ней ничего не будет, и здесь переключаются также с низких на более высокие звуки, вот, и что удобно я упоминал, например, здесь есть, так, телефон, здесь есть, например, так называемая функция Touch Scale, то есть вот эта вот сенсорная панель, можно даже, например, допустим, если человеку совсем тяжело пользоваться устройством, здесь есть специальные клавиши для того, чтобы задерживать звучание. То есть я просто один раз нажимаю кнопку, и звук продолжается постоянно. Вот, и это очень популярное устройство вообще в моей конкретно практике, потому что с ним работают практически все, и практически любой может его, скажем так, ну не то, что освоить, но, по крайней мере, пытаться экспериментировать на нём со звуком. Вот, один момент, который тоже во время этих занятий, скажем так, стал передо мной, что вот, допустим, у меня нет музыкального образования, и как мне тоже ребятам преподносить вот эту работу со звуком. Но, на самом деле, здесь есть несколько хитростей, которые я довольно успешно у себя применяю, и я думаю, что вы тоже могли бы их у себя пробовать. К примеру, сейчас давай пусть будет интерфейс всей программы, чтобы видно было клавиши. Допустим, я буду сейчас использовать обычную клавиатуру для того, чтобы искать ноты. И, например, мы знаем, что музыкальный ряд делится на тона и полутона, да, но, например, я, допустим, не знаю, какие правильные сочетания стоило бы делать между тонами и полутонами. Поэтому я буду, грубо говоря, как я это говорю ребятам, мы будем сегодня занять и использовать только белые клавиши. Я не буду сильно думать о том, что мне нажимать, я просто буду использовать клавиши, которые отвечают именно за белый ряд. Т.е. вот уже просто нажатием низких клавиш задается такая довольно интересная мелодия, и это можно слушать. И, опять же, мне не потребовалось каких-то сильных вычисленных операций для того, чтобы просто понять, что мне здесь нажимать. Т.е. просто посредством экспериментов, допустим, только с белыми клавишами, я преподношу это своим клиентам так, и они работают с этим именно конкретно, просто не создавая каких-то сильных композиций, не претендуя на какое-то супероркестровое звучание и так далее. Т.е. просто мы экспериментируем со звуком, а если это дает какие-то интересные клады, да, хорошо. Если нет, то бывает такое, что человек, допустим, у меня ведь и отказывается от этих занятий. Т.е. он говорит, нет, мне более интересно, например, работать с рисунком или работать с текстом. Так, едем здесь дальше. Хочу еще один момент показать. Он, например, касается относительно ритма того, чтобы… Так, включим библиотеку B. Это вот здесь вот, переключить библиотеку B. И выберем двадцатый инструмент. Сейчас, ну, поскольку мы работаем не на оригинальном синтезаторе, а на компьютере, здесь, естественно, как бы создатели включили несколько интересных функций. Например, эта функция называется арпиджиатор. Сейчас я ее просто продемонстрирую. Т.е. нажатие одной клавиши… Так, наверное, может быть, сделать стоит чуть потише, не очень громко и не очень разрывать динамики звучания сторонних звуков. Потому что мне здесь достаточно… Очень громко, на самом деле. Так, ладно, попробуем еще раз. Нажимая одну клавишу… Мы получаем конкретно простроенную мелодию. То есть здесь задано то, что… Я вот нажимаю сейчас вторую клавишу, это нота ре, и он просто как бы переносится по разным октавам этой ноты и создает рисунок. Более того, я могу, на самом деле, ведь и использовать вторую и третью. Вот на экране даже видно, что я использую, например, три разные клавиши. И эти три разные клавиши, они встраиваются в единую мелодию. Более того, например, на самом деле, как бы программа, в принципе, простая в использовании. И, да, здесь потребуется, может быть, некоторое, скажем так, терпение выучить ее, если вы хотите знать какие-то ее более продвинутые функции. Например, у меня некоторые ребята все-таки научились этим пользоваться, и, допустим, используют эту функцию RPG, это вот это автоматическое создание мелодии в создании каких-то интересных композиций. Вот сейчас, например, давайте продемонстрируем. Так, это уже более глубокие настройки, но я позволю себе уже записать. Так, выбираем раз, два, три, четыре. Допустим, вы уже имеете опыт общения. Наверное, надо еще чуть почаще, мне кажется, сделать. Вы имеете опыт общения с этой программой, и у вас ваш, скажем так, клиент, он, да, уже знаком с какими-то продвинутыми настройками программы, да, вот в моей практике есть несколько таких. И, да, например, вот эта функция автоматического создания мелодии RPG, которая прекрасно здесь работает, она позволяет создавать интересные коллаборации звука и ударных, при этом не, скажем так, для этого не нужно вступать в такт мелодии. То есть звук достаточно слаженно звучит. И, как бы, ну, компьютер, естественно, адресуя вот сигнал от медиа устройства до программы, да, успевает его перекодировать вот именно вот в это вот такое автоматическое создание мелодии и встраивает его в ряд с ударными. И это значительно облегчает задачу, например, по созданию каких-то звуковых композиций, ну, если вы уже, да, конечно, хотите освоить какое-то более продвинутое использование этой программы. На самом деле это реально. Мне просто для этого потребовалось посмотреть несколько видеозаписей на YouTube, да, и там исчерпывающе объясняют, как более продвинута пользоваться этой программой, использовать более какие-то глубокие настройки. Но, в принципе, сама по себе вот даже просто ее основная часть, она уже пригодна целиком и полностью для просто вот какого-то, вот такой вот, скажем так, работы со звуком. И не обязательно иметь для этого медиа устройство. Можно это делать просто с клавиатурой. Вот, так, наверное, вернемся на привычное место. Я еще кое-что хочу показать. Так, ага, все, вот мы на месте. Вот мы на месте. Так, переходим дальше по слайдам. Это, да, вот мы рассмотрели меди-контроль и так далее. В какой-то момент, в какой-то момент мне, ну, как бы, мне очень нравилось то, что получалось. Ребята, вот именно даже, вот, скажем так, просто их звуковые эксперименты, они мне показались чем-то таким интересным. И ввиду того, что сейчас, как бы, сфера искусства, она достаточно такая, очень широкая. Мы имеем самое полное разнообразие стилей каких-то музыкальных и так далее, музыкальных направлений. У меня родилась идея записывать вот это все. Если вам это интересно, я могу вам дать название, как записывать конкретно вот именно те звуки, которые происходят при работе на компьютере. Вот, и она позволяет записывать вот конкретно то, что вы делаете вот в этой программе. И это очень интересно получалось у меня первое время. Это было очень, скажем так, вкусно. Это достаточно такая даже отчасти, ну, конечно, это экспериментальная музыка. Не вся она представляет из себя камерную какую-то атмосферную такую релаксирующую музыку. Есть, да, и те, кто захотел выразить из себя более каких-то более, ну, не знаю, скажем так, более сильных стилях. И мы где-то в течение полугода делали записи, записи вот этих музыкальных композиций. И затем то, что вы сейчас видите на экране, это официальный мерчендайз. У нас появился музыкальный коллектив, называется «Построй свой дом под землей», «Build Your House Underground». В июле, по-моему, нет, нет, не в июле, вру. Это осенью 2016 года, осенью 2016 года у нас состоялся релиз вот первого альбома, который вы видите на экране. Удалось, к сожалению, вместить туда только 10 композиций. Но в целом, как бы, на ними работало очень большое количество человек. В сумме на полтора часа, потому что больше уже просто нельзя было вместить. Альбом распространяется от музыкального лейбла «Сферы Делик» немецкого. Он распространяется бесплатно. У нас была идея собрать, может быть, какие-то деньги на издание ограниченного тиража диска. Но мне, например, эта идея не очень понравилась, потому что тогда получается, что этот диск как бы он выпустился и осел бы вот этим ограниченным тиражом в каких-то вот, скажем так, коллекциях, возможно, благотворителей или любителей вот такого экспериментального музыкального искусства, и дальше не имел бы выхода. Мне хотелось, чтобы это распространялось как-то вот именно в бесплатной форме, чтобы это был какой-то вот такой известный ресурс. Это достаточно популярный среди экспериментальных музыкантов лейбл. И тем не менее, как бы там не требовалось даже заключать каких-то серьезных соглашений на эту тему, потому что существует такое понятие, как Creative Commons, когда вот вы просто делитесь своим творчеством от лица какого-то лейбла, и лейбл просто оставляет за собой право, скажем так, сохранять ссылки на свои издания. Ну, все это бесплатно, все это просто бесплатно. Вот, и также нам удалось конкретно с проектом Builder House Underground организовать живые выступления, что очень интересно. Я подробно остановлюсь на них буквально через несколько минут, специальный слайд для этого будет. Вот, и ребята у меня довольно сильно включились в работу с этим звуком, потому что это интересно, потому что это захватывает. Ну, и как я уже упомянула, да, это самый вот, самый востребованный их такой формат работы, вот именно работа с музыкой и создать что-то свое, это интересно. Вот, конкретно как бы, скажем так, я позиционирую, поскольку цель все-таки моей работы это интеграция, ребят, я позиционирую вот этот вот коллектив Builder House Underground как настоящий прямо созданный музыкальный коллектив, который показывает конкурентно способный звук, частью которого я являюсь. Например, я являюсь, допустим, скажем так, его продюсером, то есть продавцом, грубо говоря, можно так это описать. Да, я вот ищу издателей и площадки для выступлений для этого коллектива. Я являюсь техническим директором этого коллектива, то есть я достаю какие-то устройства, подыскиваю программы и так далее. То есть направляю ребят в работе, но я не являюсь автором ни одной из композиций, которые созданы. То есть я просто как бы осуществляю помогающую деятельность здесь, но не целиком, полностью как бы заменяю работу ребят, потому что все-таки мне бы хотелось, чтобы это было их максимально честное творчество. И так, давайте, наверное, даже дальше перейдем. Это вот одно из наших первых выступлений здесь на экране. Хочу упомянуть отдельно, я уже упомянул про него, про одного молодого человека, Константин Саламатин, который выставлял свои графические работы на мероприятии «Киберфест». У него есть тоже свой, это наш второй по счету релиз. Вот этот вот, такой у него достаточно мрачный стиль, как и, собственно, композиции, так и обложки. Ну, вот это его творчество. Он тоже записал с общей сложности в 54 минуты 59 секунд полноформатный такой альбом, при том, что он получил среди других музыкантов очень положительные отзывы. Например, есть ресурсы известных музыкантов, как вот Ричарда Джеймса, Сержа Симмерса и так далее. Ну, я не буду сейчас останутся конкретно на этих именах. Если просто есть желание, я могу дать ссылки, вы можете почитать рецензии, либо посмотреть, как бы, вот, записи Константина в каких-то известных рейтингах. И все записи эти были также записаны вживую, как и все, собственно, которые мы делаем с ребятами в компьютерном классе. Вот, Константин довольно много работает с музыкой ввиду того, что у него в комнате установлен свой собственный компьютер. И он, как бы, имеет возможность, он вообще отличный парень, у него сохранное мышление, он говорит на английском языке, он имеет возможность использовать более сложные какие-то музыкальные приложения. Я тоже есть при желании, могу дать на них ссылки, либо даже делиться ими. Он работает с ними у себя в комнате, и работая у себя в комнате, или вот, как сейчас на экране, работая с устройствами, он может, скажем так, более скрупулезно работать со звуком. Ну, то есть, это уже не такая прямо экспериментальная музыка, это очень четкие, выверенные композиции, какие-то очень сложные музыкальные пасы, которые он выстраивает, какие-то инструменты, которые он прям тщательно подбирает. Ну, как бы, с полной отдачей подходит к этому делу, и, как бы, ему это очень интересно, это интересно звучит, и это здорово. То есть, талант в землю не зарыт, он успешно реализован. Вот, также, в принципе, если, как бы, допустим, при занятии музыкой у вас есть идея как-то публиковать эти работы где-то, да, это можно делать, естественно, в социальных сетях и так далее. Вот, например, одна из них, которую вы видите на экране, это социальная сеть SoundCloud, это музыкальная социальная сеть. Сейчас очень большое количество вот социальных сетей, которые ранжируются по каким-то специальным признакам, например, да, вот есть просто, допустим, не знаю, социальные сети типа ВКонтакте, Одноклассники и так далее. Есть социальные сети Instagram, которые, да, базируются на том, что, да, там публикуются только видео и фото. Да, вот, например, есть музыкальные сети для того, чтобы делиться своим музыкальным творчеством. В частности, вот у Builder House Underground есть вот своя страница там. Там можно послушать аудиозаписи какие-то, которые не являются частью каких-то изданий, потому что, да, мы, как бы, хотим здесь поделиться, скажем так, большинством того, что не удалось издать, или что-то совсем интересное, что появилось только, как бы, вот сейчас. Ну, например, допустим, оно войдет только в следующие какие-то наши издания. Вот, здесь вас могут послушать значительное количество других музыкантов, либо просто любители музыки, либо вы сами можете интересоваться вместе с ребятами какими-то другими исполнителями. Ну, это, как бы, уже на ваше усмотрение. Вот, и можно набирать совершенно такой, ну, как бы, скажем так, даже приятным бонусом этого является то, что вы можете набирать какое-то количество прослушиваний вместе с ребятами, смотреть какие-то комментарии, которые там оставили другие пользователи относительно этих записей. То есть, ну, вы не просто сделали продукт, вот, вы, как бы, еще и участвуете в обсуждении его, вот, конкретно, вот, таких вот социальных, каких-то музыкальных проектов, вот, типа SoundCloud, и есть многие другие. Так, идем дальше. Идем дальше. Да, вот, начинается слайд про выступление. Вот, удалось мне, как бы, в работе с ребятами достичь такого, прям, действительно конкурентоспособного звука, при том, что я стал использовать не только приложение, а и, как бы, профессиональное музыкальное устройство. Но я их не буду здесь описывать, потому что это тоже, конечно, нужно отдельное время на это, но при желании я могу поделиться с ними, поделиться именно, именно, как бы, названиями этих устройств и как они работают. Вот, в частности, например, одно из первых таких мероприятий, про которые я хотел рассказать, это достаточно крупный гамма-фестиваль был в Санкт-Петербурге, трехдневный, трехдневное музыкальное событие, где было 9 различных музыкальных площадок, свыше 60, там было, если я не ошибаюсь, музыкантов с всего мира. И, вот, например, была, так называемая, арена Эпсилон, арена экспериментальной музыки, и нам, вот, если вы увидите, в 0-0 часов нам удалось выступить с одним моим товарищем из интерната, это Юрий Кольцов, совершенно потрясающе справился, выступил очень уверенно и очень уверенно велся на публике, большой молодец. Также, например, допустим, это могут быть не очень крупные какие-то мероприятия, а мероприятия, где собираются, скажем так, они собираются каких-то, ну, у нас сейчас называется лофтами, в каких-то местах, вот, типа, например, у нас есть в Петербурге музей звука, там регулярно проходят экспериментальные музыкальные мероприятия, либо какие-то еще вот такие вот экспериментальные площадки. И вот, допустим, было мероприятие «Трансфер-01», российско-финский фестиваль, и также с одним из проживающих, зовут Андрей, мы, вот, выступали, тоже, как бы, он демонстрировал достаточно такой конкурентоспособный звук, что, вот, как бы, и является основным посылом вот этого проекта, Beauty House Underground, его выступление вот вживую, потому что, как бы, хотелось бы, чтобы не было отношения к этому, к такому аутсайдерскому искусству. Мне хочется, чтобы это был вот проект, при котором я вместе с ребятами могу вот создавать музыку, которая соревнуется действительно с другими вот теми, кто уже имеет какие-то имена. Вот мы, нами заинтересовался очень интересный такой деятель в музыке Илья Пучеглазов. У него свой собственный музыкальный лейбл, и он является куратором многих мероприятий. Он, его очень вдохновила музыка этих ребят, вот, из интерната, и он решил, что, да, как бы, он может включать нас в эти мероприятия, и мы, как бы, являемся, вот, скажем так, часто хедлайнерами каких-то вот проходящих под эгидой его лейбла, например, каких-то вот экспериментальных, действительно, вот этих вот камерных мини-концертов. Например, вот последний, который у нас был 23 февраля в музее звука, называется «Шумовая комната», где люди представляли свои наработки в области музыкальных экспериментов, и нам тоже удалось там выступить, показывая такой вот, прямо действительно, экспериментальный звук. И это было очень интересно, и это позволило нам тоже, как, скажем так, собрать много положительных отзывов о деятельности ребят именно вот как бы в музыкальном формате. Вот, и, да, и последнее, о чем я хотел рассказать, это радио, где вы можете тоже услышать подобную вот какую-то атмосферную, экспериментальную шумовую музыку. В частности, на меня вышел один продюсер из Италии, его зовут Рфай Пецеля, у него свой музыкальный прорис «Sanologist», и под этим проектом он делает радио-шоу в Италии раз в неделю, где-то примерно на два часа, презентуя композиции, ну, различных каких-то вот таких вот именно андерграундных, то есть вот малоизвестных исполнителей. И вот нам удалось два раза попасть вот в это радио-шоу. Например, в частности, сейчас вы видите на экране вот 69-й выпуск этого мероприятия, «Explain Sound» и Эльгар Маджаков с композицией «Завтрак для музыканта и музыка для рыб». Он вот прозвучал в эфире этого радио-шоу, и второе, второе, да, это вот Андрей Рябов с композицией «Диджитал» в 79-м выпуске этой радиопередачи, я надеюсь, что нам удастся еще туда попасть, потому что это здорово, это просто здорово показывать свое творчество вот так вот, когда оно не остается в стенах конкретно вашей мастерской или там конкретно в компьютере этого человека, то есть вы можете вынести его на публику. Вот, время уже, да, подошло к концу. Так, как обещаю, контакты Александра, если у вас есть какие-то вопросы по мастерским, мои контакты, если у вас есть что-то интересное, что вы, может быть, не знаю, сами хотите предложить, либо вы хотите о чем-то спросить и так далее, вот, вы можете написать, и мы сможем с вами сотрудничать более тесно. Вот, немного времени осталось, но можно для вопросов вот его использовать, например, если у вас есть что-то конкретно сейчас. Вот, если все-таки хотите какие-то более тонкие моменты спросить, то давайте, как бы, делать это лучше в формате личной переписки, потому что все равно, как бы, каждый кейс, он разбирается отдельно, и, может быть, какие-то, не знаю, у вас есть собственные наработки, вы вот не знаете, с кем поделиться, обязательно пишите мне, потому что я вот, как бы, люблю такое вот сотрудничество, когда мы не изобретаем какие-то новые методы, а у нас вот есть какие-то вещи, которые мы можем поделиться с другими, и они могли бы их в полной мере использовать. Но вообще, есть пословица, в гостях хорошо, вторую часть не помню, в общем, приезжайте в гости на стажировке, тоже, как бы, сможете поучаствовать в занятиях и попробовать все своими руками, и понять, насколько это подходит вам, и насколько это, вообще, как бы, нужен ли вам подобный формат работы. Если нет вопросов, если нет вопросов, тогда спасибо большое за ваше внимание, я с вами прощаюсь, вот, и очень надеюсь на какое-то взаимное сотрудничество, потому что это интересно, вот, все, всем спасибо.